Оля, во-первых, мы с вами как-то сегодня симметрично Выглядим, мы в каких-то похожих луках Почему-то, да, мы не знаем Я надеюсь, ты в шортах тоже, как и я Я в шортах Девушки, может, тогда я выйду, вы обсудите И я вернусь, ладно? На самом деле, вот Те, кто возмущается, как-то интерпретирует Какие-то комментарии Пескова Просто надо понимать, что все Все его комментарии на протяжении последних полутора лет Доказывают только одно Песков абсолютно никак Никаким образом не является каким-то участником Принятия решений Он не имеет никакого Права голоса, он говорит Он просто вот обыватель, который пытается угадать Какие-то вещи, которые происходят В параллельной этой вселенной То есть, теперь все это Принадлежит силовикам, военным А Песков вот играет Такую, знаете, самую неблагодарную роль Иногда он попадает, но, как правило, он очень Сильно мажет Ну и, конечно, мемы уже пошли по поводу того, что Песков это заставный такой казачок Это либерал в среде, значит, таких зазет публики Естественно, наверное, он такой там самый либеральный из всех И поэтому вот такие уже вещи проскальзывают С другой стороны, вот эта цифра, которую он озвучил, что через год там Путин наберет 90% Но она как-то совсем уже выглядит дико, чтобы все Немножечко Опять же восхищались тем, как Песков признает, что у нас Вот такая вот Северная Корея Уже совсем с такими цифрами То есть, раньше хотя бы у нас было Сколько у нас было? 74? Ну, например, да 84, если о поддержке речь идет Мне кажется, 84% было очень долго Такой рейтинг Он мог бы с тем успехом сказать, что конкурентов посадили Конкурентов выгнали И как бы никого и не осталось, понимаете А без рыбы, как говорится, да И Владимир Путин еще один раз может сыграть Ну, может быть, конечно Я бы и согласилась с тем, что Песков, конечно, обыватель И представляет только самого себя Но все-таки у него есть функция Поэтому его и спрашивают Если бы это был просто Песков, кто бы его спрашивал В интервью иностранным журналистам А вы, Максим, как считаете? Ну, я тоже не считаю, что Песков обыватель Как и вы Я знал его отца Дипломата выдающегося советского Которого я познакомился в Палестине Он тоже арабист был, да? Он был арабист, потом он был в Пакистане послом И, в общем, это был человек из плеяды Высшей такой, вот, лучшей, качественной советской дипломатии Самого высочайшего уровня И сам Дмитрий Песков, это кадровый дипломат И, в общем, обыватель, его трудно назвать Человек, который столько лет работает у власти И более того, человек, который открыто недавно сказал Что Путин его учитель Я не знаю никого другого из там находящихся Путина называли богом Путина называли царем Но никто не дерзал говорить, что Путин его учитель Песков единственный Поэтому сказать, что он такой серый И ни на что не являющий человек Который публично может сказать, что Путин его учитель Мне кажется, это серьезнейшая ошибка Недооценка Пескова Напомню, что сын Пескова воевал в ЧВК «Вагнер» Что говорит о близости Дмитрия Пескова к тем самым силовым структурам и к тем самым, скажем так, группам элитным силовым, которые в частности стоят за так называемый ЧВК «Вагнер», который мы подробно обсуждали многократно и возвращаться не будем Что касается высказывания Пескова в интервью «Нью-Йорк Таймс» Тут есть очень важных несколько моментов, которые, мне кажется, необходимо расшифровать Во-первых, я отказываюсь считать это просто случайно ошибкой, как сам Песков сказал Ой, они там что-то перепутали Все очень точно и очень выверено Во-первых, он объявляет о том, что Россия империя, а Путин император А император не нуждается в том, чтобы его избирали Император приходит к власти, и власть является самодостаточной по власти императора Или она просто не власть, а он не император И тут никто не решает, никакие не избиратели, никакие там цики Максимум военные, там силовики Ну, они как бы вот сказали, это наш вот лидер, все Поэтому что там избирать Второе, он Песков совершенно очевидно кидает камень в отношении управления внутренней политикой Управления по информационной политике То есть в сторону Кириенко и Громова, которые отвечают уже много лет Ну, а до них там Сурков, Володин, Волошин Кто создает иллюзию Кто создает вот этот спектакль, на который тратится каждый год Огромные, невероятные деньги из бюджета, которые никто не считает Ну, он же, кажется, сказал, что это многостающая бюрократическая процедура Потому что бюрократия это простая вещь Бюрократия, ты вот даешь распоряжение и по инстанции у тебя как бы выписываются мандаты Государственной Думы или что-то еще То есть понятно, что никто никого не избирает Это мы давно прекрасно понимаем, за редким исключением отдельных случаев Как там в Коме в 21 году или, как, наверное, сейчас хотят в Хакасии Показательно сделать конкуренцию между Коноваловым и Соколом Во всех остальных случаях понятно, что это все распределяется в ряде кабинетов И Песков говорит, зачем тратить такие огромные деньги на то, чтобы кормилась шалая шобла политтехнологов, политадминистраторов И каких-то там, значит, непонятных еще людей Вместо того, чтобы сказать честно Что давайте эти мы бюджеты сократим Потому что все равно понятно, кто станет депутатом, кто станет президентом А кто станет там губернатором или мэром И даже понятно, с каким процентом А эти деньги лучше там направим на СВО или на какие-нибудь социальные гарантии кому-то еще Позиция понятна, понятна Это, конечно, серьезный, скажем так, выпад в сторону внутренней политики Которая отвечает за выборные процессы Хватит имитаций, говорит Песков Все равно вы все как бы решаете в своих кабинетах Поэтому все, давайте экономить Третий момент Кому он говорит войну, своему начальнику? Это же АП решает Не думаю, что война, вы начальник Думаю, что начальник Пескова это Путин Лично Владимир Владимирович Путин А за выборы отвечает не Вайна, а Кириенко в любом случае Ну хорошо, все сводится к Вайне Вы заблуждаетесь Там несколько иная система подчинений Несмотря как в Министерстве обороны Несмотря на то, что этот формально является по должности его замом На самом деле они все подчиняются по-разному Естественно, Вайна глава от мистера с президентом Но каждый, кто имеет прямой выход на президента И докладывает ему там И он свою как бы несет в ношу Вот прямой выход на первое лицо выше, чем формальная должность Которую человек Условно говоря, там, значит Занимает Вот это мы видели с Пригожиным Пригожиным вообще казалось какой-то чувака Вагнера Но человек, который может сказать президенту А ребята не согласны Он гораздо круче, чем Десять тысяч там, не знаю Слушайте, мне нравится Вообще мне нравятся ваши концепции Понимаете, самых разных людей А так устроено все в системе авторитарной власти Потом вы понимаете Ну, все в последнее время она была Она как-то выглядела более Более такой однородной Во всяком случае выглядела Мы понимали, что она внутренне однородная Она, мы все прекрасно понимали Кто не понимал, можно спросить у Алексея Алексеевича Венедиктова Который с Песковым, по его словам, выпил немало там виски и так далее И он прекрасно знает, как эта система устроена Важный момент Почему это озвучено в интервью New York Times А допустим, не знаю, не коммерсанту Не Колесникову Да, недавно знакомому, любимому Колесникову Который видел Путина Которого видел Путина Мне кажется, Колесников был бы шокирован Нет, дело не в этом Просто если вот озвучить Колесникову То тогда возникает подозрение Что это как бы наезд На вот противоположную группу Со стороны этой группы Потому что все СМИ в России находятся под кем-то Поделены Поэтому сознательно озвучена New York Times Как бы внешняя точка Чтобы СМИ не подставить Да Ну не то, что не подставить СМИ А чтобы как бы вынести конфликт Есть еще важный момент Так как я лично полагаю, что Как мы многократно говорили Вот это все события 24 февраля 22 года Были начаты по согласованию США И цель была такая Как бы схема была такая В обмен А американцев дико раздражало Растущие тесные экономические Политические связи России с Европой Потому что они усиливали Европу Очень сильно В лице России Европа, Европейский Союз Его промышленная мощность Которая всегда является конкурирующими Америке Всегда Надо это вот просто знать Они получали огромные ресурсные возможности Одной из задач американцев было Разорвать связи Экономические, политические, человеческие Какие угодно Между европейским пространством и Россией И одна из целей СВО Это вот эта вот Изоляция Европейского Союза Американцам сказано Именно в Нью-Йорк Таймс Что да, мы создаем империю Великую, могучую евразийскую империю Мы не проводим никакие демократические выборы По европейскому образцу Потому что в России вы были устроены По кальке европейских выборов А не американских Это правда Да И вообще вот все эти заигрывания С европейским политическим пространством Которые начал Ельцин там в 93-м году Да Значит после До этого были тоже выборы Но это были выборы Верховного Совета Которые шли совсем по другому принципу Это как раз была попытка создания своей Автохтонной демократической системы Не копировавшей Западного А Ельцин просто копировал там Не знаю С немецкой, французской Там и так далее систем Вот Песков говорит Мы отказываемся от этого Мы разрываем все политические Ассоциативные и иные связи С европейским пространством И об этом сообщается американцам И переходим в тот самый формат Страшной, ужасной евразийской империи Которая не является приложением К европейскому союзу С которым придется более сложно Как бы выстраивать отношения А как мы говорили Задача, которая как бы Ставилась перед вот Началом всего этого дела Чтобы в мире было три таких полюса Вашингтон, Пекин И такой как бы Анфант Рибль Такой знаете Такой как бы страшный Всех пугающий Но при этом Как бы реальный С ядерным оружием С ядерными ракетами Стратегическими Там с тысячами боеголовок С огромной армией Контролирующий ресурс В виде наследницы Чингисхана Великой Российской Значит Евразийской империи Вот Песков об этом и сообщает Хитро Лиза Могла ли ты предположить? Вашу Леонидовичу Не могу возразить Восхищаюсь его умением Строить какие-то теории Красивая концепция Мне кажется Красивая концепция Что-то в этом есть Потому что Песков Такой пригоджен На номер два Который может Как-то вне своей иерархии Взять и настучать На соседнюю Да какую даже соседнюю На собственную башню Это сильно Да не собственно Это башня Ну вы просто не знаете Как он все устроен Там каждый сам за себя Я так понимаю Это не собственно Громов и Песков Ну не даст соврать Алексей Алексеевич Это конкуренты В сфере Вот Громов уничтожил Эхо Москвы Руками Симоньян Ну что вы говорите Сомните А Песков пытался Защищать Эхо Москвы Это разные башни Разные Разные интересы Разные люди Разные группы Бюрократии Лиза Ну вы много лет уже в этом Откройте глаза Я дважды Я не хочу никого обидеть Ни Пескова Ни Громова В данном случае Просто я объясняю вам Что дважды два Это четыре Хорошо Максим В данном вот варианте Какого представляет Как бы Песков Президента России Путина Песков Если Песков дерзает Он буквально четыре дня назад Назвал Путина своим учителем Или пять дней Да Человек который Только что Назвал Путина учителем То есть он как бы Принес присягу И Путин Да не присягу Он объявил всем Что он человек Путина Что он Значит он теперь Франкирует Путина Вы смотрите так В китайском понимании Если человек который говорит Вот там Великий Си Сидящий на горе Там В Даоске Это мой учитель Все говорят Ученик это тот Ну вы наверное все смотрели Про панду Который там прыгает Про толстого панду Да Про ее Там учитель Это очень много И Пескова же Никто не поправил Никто не Эй Никто не сказал Дима Слушай Что за пургу Какой ты мой ученик Там Ты вообще по другому мыслишь Это Путин шутил Кстати тоже В смысле такого Куана Знаете Такого Японского Такого А говорит Пургов Песков Он иногда пургу несет Да Ха-ха-ха Такое юмористическое отношение Понятно что Песков Это голос Путина И ничего из того Что говорит Песков Не является Случайным Случайным И от него Лично исходящим Это трансляция Позиции Путина Значит Вот это вот Все что он сказал В этом вопросе Это все Путин Я вам пытаюсь Это дело Расшифровать Мы поняли Максим Единственное что получается Следуя вашей логике Получается что Путин Еще заодно Пнул Кириенко И всю эту Нет Не пнул Кириенко И всю эту Поплику Которые вот эти Выбол устраивали Он просто сказал что хватит Что вот эти вот Как бы политически Огромные шоу Которые дико Дорогостоящие Мне казалось На фоне Да нет Ему было все равно Но на самом деле Потому что Как бы Россия Играла Заигрывала И пыталась Имитировать Какие-то там Демократические процессы Но сейчас уже Имитировать Как бы нечего Уже Дело зашло Так далеко Что никто Никто уже Не заинтересован Ни в каких Отношениях Там с Европой Или с кем-то еще Имитировать Ничего не надо Собственно говоря На самом деле Россия Перешла на Военные рельсы Многие Это еще Не понимают И не чувствуют А Европа Которая не Перешла на Военные рельсы Тем самым Уже проигрывает Вот на Стратегическом Этой гонке Как бы Военной Такой Но Это наверное Тем другого разговора Другого Поэтому На самом деле Четко совершенно сказано Это я думаю Позиция президента Хватит тратить бабки На то Что нужно решать И без этой траты бабок Все равно Вы определяете Все равно Вы определяете В двух-трех кабинетах Кто будет депутатом Кто будет губернатором Кто будет мэром А вовсе не избиратели УУРН С последующим Выступлением Эллы Александры Памфиловой Это якобы Определяют Поэтому Чего Как говорит Стратить миллиарды На эти миллиарды Лучше танки Т-90 прорыв Как он Чемизов сказал И ланцеты И ланцеты Лучше купить Понимаете А не вот этой хренью Заниматься Все вот это Мне кажется Ясная позиция Понятная Перейдем к следующим Процедурам Во-первых Во-первых Мы планировали Вообще надо как-то Действительно Тоже это Упомянуть Очередной срок Навальному Уже какой-то Ну в общем Ожидаемый С одной стороны С другой стороны Все равно Чудовищный И опять же Вот у нас тут Бьется буквально Иван Григорьев В чате По поводу того Что Бориса Кагарлицкого Объявили Внесли список Экстремистов И террористов Вы шутите Ей богу Вот я сегодня Когда ехала сюда Я видела Я видела эту информацию Да Как приговор Это нет суда Поэтому не понимаю Нет Ну причем Разве для этого Нужен суда Конечно Я Я увидела Для этого Для этого Надо человека Сначала Провести Следственные действия Судебные мероприятия Осудить его По статье Террористической Суд в Екатеринбурге Вынес приговор А нет Это не то Это не то Продождите Внесли в печень Росфинмониторинг Без суда Без суда Да Бориса Кагарлицкого Внесли в печень Террористов И экстремистов Росфинмониторинг Суд Судом Это абсолютно Против законной действия Адвокаты Кагарлицкого Могут это осваивать Абросфинмониторинг Всегда это делал Ну как Ну на каком основании Они это делают Когда нет приговоров Есть подозрения Это разные вещи Иноагенты Это там Минюст и так далее В данном случае Извините Это у человека Значит Полностью блокируется Вся его жизнь Финансовая деятельность И так далее Это нельзя делать Без решения суда Сам факт ареста Ну вы Пескову Еще это скажите Что это нельзя Нет Мы не будем сейчас Как говорится Тут биться в истерике Просто адвокаты Кагарлицкого Получили огромное Вот это На самом решении Росфинмониторинга Помогает Кагарлицкому Как это не парадоксально Поскольку оно Настолько противозаконно И уже сам факт Его оспаривания Юридического Может сделать Процесс Кагарлицкого Публичным Вот они хотят Сделать его закрытым В коме А в данном случае Иск к Росфинмониторингу С объяснением Почему? Как? У человека нету приговора У человека есть обвинение По 205-й часть 2-й Мне кажется, организации Тоже вносят Росфинмониторинг Тоже безо всяких Дополнительных мероприятий Не бывает такого Такого быть не может На самом деле нет Максим Леонардович Смотрите, прочитал Что Росфинмониторинг Может своим Произвольным решением Вносить Но это Граждан В список Террористов И экстремистов Чтобы как раз Пресечь Вот этот вот Трансфер счетов За этим следует Полная блокировка Средств Всех операций И так далее То есть Абсолютно Антиинвестиционная То есть Просто вот максимальная И оказывается Это предусмотрено На основании каком Росфинмониторинг Он сам Мюрократическое решение Сам принимает решение Что ли Какой-то чиновник Принимает решение Вот просто Своим собственным Произвольным решением То есть Любого абсолютно человека Просто любой человек Просыпается Может узнать Что его Да Так же как Иноагентов Назначают просто Вот как Захотелось Точно так же И все Ну это чудовищно Если это так То это абсолютно Чудовищная Как бы процедура Чудовищное решение Я полагал Что по крайней мере Там какие-то Юридические Должны быть Какие-то действия Какие-то судебные Мероприятия И так далее То есть Получается Что семья Бориса Юлечка Горлицкого Его дочь Там его дети В общем Его жена Кот Степанов Знаменитый С которым он В эфире был Они все Как бы сейчас Просто выкинуты Из жизни Вот этим решением Какого-то чиновника Росфинмониторинга Я думаю Надо оспаривать В суде Это решение Росфинмониторинга Потому что Никаких юридических Оснований Для него нет Ну и приговор Навальному Он кстати говоря Тоже у нас Но он уже Внутри 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 тюрьмы Там тоже Особный статус Но он внесен был в список Только после этого приговора Навальный Когда вот его Просто до кучи уже Ну когда вот ему Сейчас вот дали 19 лет За значит Экстремистской Организацией Экстремистской Создание экстремистского Да Вот после этого Его внесли в этот список Экстремистов и террористов Мне кажется Это все делается Исключительно для того Чтобы Усугубить положение Человека Находящегося В заключении Потому что Там особый порядок Я полагаю Что ему просто мстят Я полагаю Что ему мстят Те в основном Такими страшными Переговорами Про кого Как говорится Они там снимали Свои Экстремистские видео А как еще объяснить Я просто не могу объяснить А так что Я вот вообще Знаете Я поскольку Я просила всех своих знакомых То есть все люди Люди с разных абсолютно Вот флангов Как мы с Леонардовичем Максимом Простите Максим Леонардович Все Я не знаю Либералы Либертарианцы Кто там Историк Александр Штефанов То есть люди абсолютно Разных политических взглядов Все Так или иначе Ходили на канал Бориса Кагарлинского Все его знают Все с ним Присутствовали В одних эфирах И конечно Все сходятся в одном Что Борис Юрьевич Это самый был из всех нас Аккуратнейший Аккуратист Очень выдержанный человек В принципе Как публицист Я даже не про это В контексте Вот этих всех ограничений Плашек Он приходил к нам в эфиры И говорил А вы девочке Плашку точно поставили Давайте я на всякий случай Зачитаю Брал листочек И зачитывал данное сообщение Материал То есть понимаете Вот настолько Опасливого человека Взяли сначала Убезли там в коме Предъявили ему Вообще ни к чему Там не к чему придраться Там канал вылезан С точки зрения Вот такой лингвистической Мне кажется Это сделано для всех нас Потому что абсолютно Все там оппозиционеры С ним знакомы Все понимают Степень его аккуратности И это всех Очень сильно Откровенно говоря Напугало То есть они попали В огромный круг людей Который себя сравнивает И считает Что Борис Кагарлицкий Еще более аккуратен Он как бы пытался Играть в эти правила Но как мы понимаем Теперь Вот Максим Ленович Даже не мог в это поверить Да я вижу Своими глазами Росфимфинмониторинг Внес Я просто В шоке Честно говоря Я просто не понимаю Оснований правовых Для этого никаких Ну вообще Мне кажется С правовыми основаниями Можно вообще попрощаться По всем параметрам И кстати Приговор Навальному Тоже какая-то Вообще тоже Комедия От начала до конца Хотя это конечно Жуткая совершенно история Ничего не слышно Ничего не видно Все засекречено Не все расслышали Этот приговор Тоже не до конца Журналисты Даже были уверены В том что они правильно Его расслышали Про закон Вообще видимо Можно забыть Как-то А что делать В этой ситуации Я не понимаю Я пока Я тоже не понимаю Лиза Есть какие-то Не знаю Есть какие-то Представления О том Почему происходит Почему все это Превращается Единственный Мотив Такой мстительности Кагарлицкому Публичный Вот он Они строят империю А у него была книга Периферийная империя Очевидно Они хотят Все его книги Таким образом Если он внесен В этот список Значит все его книги Восстание среднего класса Периферийная империя Марксизм там Запрещено к изучению И многие другие Десятки Прекрасных Его Очень интересных Книг Которые составили Ну значительную часть Такой современной Русской интеллектуальной Мысли Значит очевидно Они тоже запрещены Что ли Я не могу понять Ну в книге Дело второе Когда у нас живой Борис Юрьевич Да Великий ученый Левак Знаменитый Не только Мне кажется В России Такой ученый Международного класса С ним общались Там видные Левых толков Там ученые Заграничные Но что хочется Про Навального сказать Вот Оля сказал Что там никто Ничего не расслышал И в этом Аспекте Интересно Что пресса Даже не дала Сообщения Про бывшего Технического директора Которого тоже Судили тогда же Которому дали На секундочку Восемь Таких сообщений Практически не было Потому что его Адвокат Его потом сообщил Светлана Давыдова Во время заседания Никто ничего не слышал И просто Эта новость Даже вот пропала Знаете Из вот нашего Из нашей новостной повестки И учитывая Что там Медуза Да в принципе Все уже писали о том Какие такие Медуза Вышел на прем-манифест Что не будем забывать Это не должно быть Обыденностью Это должно нас Вводить из себя Продолжать Мы не должны Привыкать Но вот тот факт Что у нас Извините Рядом есть такой же Экстремистский срок На 8 лет И мы даже Его знаете Не упоминаем Ну я не соглашусь Лиз Все-таки То что Не расслышали Обязательно Узнаем Или что-то еще Такое Но в зависимости От того Где читали Я как бы Я знала Что да В этот же момент Должен быть приговор И поэтому Я ждала этого Это возможно Представить Хотя бы Не знаю Год назад Что мы Две такие личности Две такие новости Один в списке Экстремистов И второму 19 лет Особого режима Чтобы мы их Упоминали Как бы в одном эфире Чтобы это все было Вот в одном таймлайне Вот эта плотность Этих жутких Каких-то уже Маньяческих Совсем Да Вот гротескно Маньяческих Каких-то сроков Каких-то приговоров В цвет Да Недемократических Которые наверное Песков только может Нью-Йорк Таймс Он потом объяснит Зачем все это было нужно Это конечно Просто потрясает Но Навальный же тоже говорит Что срок не для него А для нас Чтобы нас запугать Чтобы мы Характерно что С Кагарлицким Ведь когда Андрей Колесников Путину на встречу Упомянул Да Про Кагарлицкого То бы он сказал Я не знаю этих людей Расскажите мне потом Обязательно Очевидно Вот Андрей рассказал Президенту России И после этого Рассказа Кагарлицкий стал экстремистом И после этого рассказа Его внесли В список Росфин-мониторинга Получается так Совсем Совсем не очевидно Максим Анатольевич Более того Как бы так Андрей Колесников Ну как не очевидно Причинно-следственная связь есть Сначала вот он Рассказывает публично Президент говорит Расскажите мне потом Вы верите в этой ситуации Что президент Действительно не знает О ком речь Я не знаю Верю или не верю Может и не знать Потому что он Я думаю знает О том Что ему докладывают Там разные важные службы Вряд ли он Сидит и читает Телеграм-каналы Понимаете Я не знаю Как построен его день Но предполагаю Что это день Который построен Ему распечатывают Вряд ли Ему наверное Зачитывают Я не знаю Не хочу углубляться в это Я в другой Вот публично Он сказал Андрей Расскажите Обязательно Он даже так сказал С такой интонат Что вот обязательно Только давайте Вы мне расскажите детально Про Беркович И про Когарлицкого Уверен что Колесников рассказал Потому что Когарлицкий Я знаю Путин к нему относится Хорошо С симпатией Много лет Он допущен туда В близкий круг Колесникова Он рассказал Так что же Такое должен был рассказать Нет После этого рассказа Кто-то очевидно Решил Как бы усугубить Судьбу Когарлицкого Почему мы верим В данном случае Путину Как-то Максим Одну часть Его реплики Восстанавливаете А главное Было не это Не что он хочет узнать Я не знаю что они Можно я скажу Я не знаю что они сделали Но в Украине За это бы их судили Гораздо строже Да Расстреляли бы Расстреляли бы В Украине Их с такой убили бы То есть Очевидно Они делают что-то Что не помогает Как бы Сво Что является С точки зрения Современного пути Антипатриотичным И за это Нужно пожестче Вкрутить Каких-то Наказания Вот Ну Жуткая совершенно история Борис Юрьевичу Свобода Александра Деркович кстати тоже Деркович тоже Конечно Разумеется Ну Мы не знаем На самом деле Правда Что там принесли Владимира Владимировича В папках И почему он решил Что в Украине Бы за это расстреляли За спектакль Была расстреляли В Украине За книгу Я не знаю за что Ну в общем трудно Трудно конечно оценить Есть еще Есть еще Какие-то События Которые Которые Можно Очевидно Он имел ввиду Что расстреляли За публично Высказанные действия Которые не совпадают С мнением Правящей власти Как Олеся Бузину Убили Когда он говорил Расстреляли Он имел ввиду Не у стенки Нет смертной казни В Украине А вот Олеся Бузину Убили За его критику Украинской власти А его убийц На руках Вынесли Под крики ликования Из зала суда Было Было Тоже не было Так говорится У нас Немцова например Убили У Кремля Ну я не видел Чтобы Заура Дадаева При этом вынесли Ликующие толпы Из зала суда Оправданного В убийстве Немцова А убийца Олеся Бузины Оправдали фактически Но с другой стороны Можно ли сказать Что у нас За критику власти Не наказывали И не расстреливали Ну про расстреливали Я не знаю Но Немцова например Застрелили Его за что застрелили Не знаю За критику ли власти Немцов и саму властью Может быть за войну Внутри властных групп К одной из которых Принадлежал Борисович Немцов Не надо из него Не надо из вице-премьера Бывшего Немцова И преемника Ельцина Делать диссиденту Понимаете Журналиста Человек который был На самом Но в этот момент он уже не был Невице Ну И бывшего губернатора Нижегородского Ни Касьянов Диссидентами не являлись Они являлись членами Принадлежащими К элитным Властным группировкам Которые просто На данный момент На языке политологии Это называется осколки То есть бывшие Ни реально властные элиты Не РВС Вы не допускаете той мысли Что если вы когда-то Были депутатом Например Я считаю что Немцова не убили За его критику Путина Я считаю А за что? Я думаю что это была Борьба групп И как говорят За списки Ну такая есть версия За списки Санкционные списки В ходе которых Многие потеряли деньги Реально убивают Не за слова А за потерю денег Ага То есть Слова никого не интересуют И Стемирова И Политовская И все остальное Это я не знаю Все про деньги Нет Это разные люди Еще раз говорю Борис Немцов был Высшей российской властью Не Стемирова Не Политов Ну не был он в тот момент Никакой российской власти уже В этом смысле Она не бывает бывшая Потому что он был Одним из лидеров И символов И ельцинских реформ Поэтому для Запада Он оставался Преемником Бориса Ельцина Немцов Во многом Его как бы И его В таком случае для Запада Путин до сих пор Остается человеком Который носит портфель За Собчаку Для Запада Путин остается Это разные совершенно статусы Носящий за Собчаком Помощник мэра Ленинграда Это не вице-премьер России Который отвечает За экономические реформы И за приватизацию Как это делал Немцов А Путин остается Для Запада Президентом России Там плохой Нехороший Но президентом России Я сейчас никого не оправдываю Я просто призываю Работать с реальностью А не с нашими представлениями Хорошо Значит в Украине За это расстреливают Я не знаю за что Я знаю конкретно Вот Олесю Бузину убили Его убийц оправдали Я вам говорю Наверное Путин именно это имел ввиду То есть оппонента власти В Украине убивают А у нас вот такой беспредел Понимаете Непонятно как Убивают на другом способе Да у нас убивают Но другим способом Лиза Одно другого стоит Нам нужно про книжку сказать Да? Правда же? Да Потому что я тоже Я тоже уже вижу Что как-то мы вошли в клинч У нас Да у нас ролик рекламный И мы поэтому Скоро совсем вернемся На канал Живой Гвоздь Никуда не уходите Живой Гвоздь Остается в Москве И ежедневно Свечает для вас Новостную повестку Мы собираем для вас Самые яркие мнения Политологов Экономистов И деятелей Искусства Чтобы вы Всегда могли Увидеть ситуацию В мире С разных сторон Поддержите нас В это непростое время Чтобы мы Могли развиваться И дальше Как это сделать? Переходите по ссылке Под трансляцией Или воспользуйтесь Кьюа-кодом Чтобы оставить У нас есть Пророксальная ситуация Это непросто Потому что Останется в истории Ну, Владимир Борисович Вы прям как ребенок У вас есть лучшие Средства обороны? Нету Мы же не живем В России просто так У нас всегда Дошла быть Какая-то миссия Ради которой Можно сдохнуть Это вообще Кто доказал? Мжезинский Мы снова с вами Я хотела еще Еще про одну книжку сказать Можно я скажу про книжку? У нас наверняка Есть еще Несколько экземпляров Если зайдете На shop.dilletant.media То у нас есть Еще несколько Наборов Наших знаменитых Комиксов Из графических романов Из серии Спасти Если вдруг У вас еще нет А вы хотели Забыли И так далее Загляните Скорей-скорей На shop.dilletant.media Может быть Что-то еще найдете Там свежий дилетант Есть и старые дилетанты И много еще чего разного Ну в общем Заходите туда Если захотите Получить автограф Кого-то из тех Кто бывает На живом гвозде Лично То обязательно Укажите это В своей заявке Ну а часть Средств Как известно Пойдет Хотел сказать Фонд мира Ну в общем Вы поняли Фонд живого гвозда И дилетанта Есть и другие Способы поддержки Мы возвращаемся Мы возвращаемся К нашим К нашим беседам В общем Все как бы Понятно Я даже не знаю Стоит ли Стоит ли продолжать Разговор Да Кстати Еще же одно дело есть Почему У нас же есть Еще один Видимо Экстремист Я кстати не знаю Стрелкова внесли В список экстремистов Или он просто Или его обвиняют В чем-то экстремистском Но я так понимаю Что дело засекретили И мы теперь вообще Ничего не узнаем Про Стрелкова Так как Королицкого Обвиняют Да Но я имею ввиду Что вот про то Что Стрелков внесен В этот список Росфильмониторик Ничего не сообщал Значит Видимо он Менее Менее опасен Чем Королицкий Тоже интересно Конечно Это но В общем Трудно понять Я кстати Когда пыталась Найти сообщение О Королицком Я случайно Про Екатеринбургский суд Прочла Потому что Другое сообщение Это сообщение О том Как выносится Приговор Какой вынесен Приговор По делу О контрафактном Алкоголе В результате Чего Погибло 44 человека А вот там Условные сроки А там Штрафы По 200 тысяч Ну не специально Жаль Ну конечно Не нарочно же Просто Метанола Немножко перелили Просто И все А так-то В общем Ничего плохого Не имели ввиду Просто умерло 44 человека И максимальный срок 6 лет по-моему А минимальный И вообще условный Класс же Ну класс же Когда случайно ПВО срабатывает И сбивают летчиков И ничего Просто тоже Компенсация Никаких-то Условных сроков Даже нет И еще Преподукция Как будто Молодец Что договорился Могло быть Их Включенных В перечень Организаций Физических лиц В отношении которых Имеются сведения Об их причастности К экстремистской Деятельности И терроризму Ну мне кажется Что это Настолько Широкое Основания Вот такие Но с другой стороны То же самое Дело Навального Которое Мы так сказать Подробно Не рассматриваем И там написано Что Росфинмониторингом Непосредственно Руководит Президент Российской Федерации Вот это Буквально Первый пункт Если мне память Вот А говорите А говорите Что президенту Вот только-только Рассказали Руководственной деятельностью Росфинмониторинга Осуществляет Президент Российской Федерации Второй пункт Общих положений О федеральной службе По финансовому Мониторингу Вот это прям Открытие Для меня Лиза Знала Да То же самое Взаимно Это просто Это просто чудесно Так расскажите мне Почему Как вам кажется Нужно засекретить Дело Стрелкова Что такого Что такого Волшебно-секретного Может происходить По этому процессу Ну очевидно Его связи с Федеральной службе безопасности Все что он думал Он рассказывал Нет Причем тут думал Мы не знаем Кто что рассказывал Это не имеет никакого значения Если человек Себя презентовал Много лет Как офицера ФСБ То очевидно Что его деятельность Носила В том числе Часть его деятельности Носила оперативный Непубличный Засекреченный характер Очевидно В ходе процесса Те кто судит Стрелкова Не хотят Чтобы он рассказал О своих кураторах Оперативных контактах И так далее Поэтому как раз В случае Стрелкова Который Многие годы Своей жизни Отдал силовым структурам Это подтверждается Из разных источников В том числе Он не является Мошенником И остабендером В данном случае Хотя непонятен Его статус Начиная с 2014 года Но так или иначе Безусловно Невозможно Приехать в Славянск Не имея каких-то Контактов Оперативных С силовыми структурами Вроде бы Судят Судить-то его Собирается Вроде не за Входят сюда Можно Неизвестно Как юридическая процедура Защита Или как-то еще Может пойти По линии А вот вызовем Вот этого А вот давайте Вызовем Полковника Петрова Который Там вот Как по нашим Сведениям Непосредственным Начальником Является Игоря Как его Всеволодовича Гиркина Да Вот и все Вот вам основания А полковник Петров Действующий полковник Вот вам основания Для секреченности Процесса Не знаю В деле Белых Например В открытом процессе Приходил сотрудник Приходил сотрудник Советский Какой-нибудь Советский 78-й год Когда диссидентам Давали один год За тунеядство Ну что вы Вспоминаете Такие Вегетарианские времена Понимаете Когда там можно было Это разные вещи Белых же Не был Еще раз говорю Сотрудником спецслужб Нет Но сотрудники спецслужб В том числе Были в качестве свидетелей Вызывались У них были звания Имена Лица Они приходили Рассказывали Как они Мажут Специальным составом Купюры Как они их потеряли В процессе Это разные вещи Это разные вещи Поэтому вот мотив Ну я не знаю почему Это следователь знает Хорошо Вы предположили Что это из-за его Я предполагаю Что это вот так Лиза А как ты думаешь Почему Да я не знаю Я вообще даже теряюсь Ну вероятнее всего То Имеет основание Что Максим Леонардович Говорит Другое дело Что Стрюков Конечно он Немножко особняком Стоит Среди всех клиентов Которые сегодня Обвиняют в дискрепитации Или в экстремизме Потому что он все-таки Как бы свой Он все-таки за Z И это такая Вот вспомните Даже дела закрытые У нас Которые по госизмене Проходят Блогера Эмшапра Которого вообще Ничего не известно Блогер МШ 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 Это вот Максим Леонардович Да В последнее Блогер МШ Представляете Максим Леонардович Рядом падает Взрывается Прямо рядом Между прочим Фотографировал Всякие здания Советские Заброшенные Забоды Такой интересный Занимался деятельностью Тайные входы Там в метро Вот Ну такой вот очень В заброшке Ездил В Чернобыль В зону Значит Отчуждения И так далее В общем По госизмене Проходит его дело И конечно Это очень сильно Сокращает Публичный уровень Поддержки Может быть В этом тоже Был смысл Что если мы Хотя бы можем Обсуждать Я не думаю Что кто-то боится Какого-то уровня Поддержки Публичного Или не публичного Какой у Навального Был публичный Уровень поддержки На первых процессах Я имею ввиду Отчего это спасло Ну сейчас это все равно В закрытом формате Даже родители Не пускают Поэтому никого не волнует Некие уровни поддержки Тут я думаю Совсем другое Я думаю Связи И Стрелков И Кагарлицкий Которого Процесс которого И следствие которого Тоже закрыто Как я понимаю Ну Кагарлицкого Еще и увезли в коме Имели связи Имели тесные связи С кем-то во власти Борис Юрьевич Со своей стороны А Стрелков Со своей стороны Понимаете Я думаю Что как бы Эти процессы Касаются Не только их А касаются В том числе И Достаточно Больших пластов Да Пожалуйста Пока интересно А какие были связи У Бориса Юрьевича Кагарлицкого Суркова Спросите об этом Борис Юрьевич Кагарлицкий Его институт Проблем глобализации Вполне Как говорится В свое время Когда выпустила Доклад по Зюганову И По КПРФ Совершенно Официально И легально Практически Поддерживалась Администрация Президента Пока не в 40-х Время Какая Какая Какие годы Связь Ну подожди Тома Магнеренский Время Время Году Что он там В каком-то Седьмом-восьмом Я не знаю Короче Я полагаю Что процессы Засекречиваются Я полагаю Что процессы Засекречиваются В том случае Когда не хотят Показать внутренние связи Системы Это мое предположение А можно я предположение Тоже выскажу Извините А я предполагаю Что им просто Уже просто неохота Даже делать вид Что они что-то нарыли Может быть и так Потому что Когда журналисты Начинают перечислять В чем человека Обвиняют Думаешь Господи Ну бред же собачий Может быть и так Извините Подождите Ну это понятно Но у них специально У них есть бред собачий В виде вот этого Закона о дискредитации В там попадает Как бы все Им формально Даже стараться И нужно у Стрелкова Там попадает реально все Каждый пост Это дискредитация То есть как бы Здесь даже ничего Не нужно выдумывать Я думаю что Я думаю что Стрелков конкретно Начал оскорблять Президента России Оскорблять А это же нужно читать Вслух Судья же должен Это все произносить Черт Конечно Конечно Вот Вот и ответ Максим Я Может быть и так А может Ну да кстати Тоже версия Интересная версия Это же были Несколько процессов По поводу Тех людей Которые там За лозунги За майки Брали За всякие надписи В твиттере И так далее И тогда как раз Вот где нибудь В медиазоне Или еще где-то Все с наслаждением Читали вот эти стримы Из судов Когда Повторите еще раз Что именно написал И прокурор там Зачитывал Всякие Неприятные слова В общем да Кстати говоря Мне кажется Мы нашли Мы нашли ответ Так Есть Я не знаю Есть еще какие-то Глобальные вещи Как мне кажется Форум Саудовской Аравии Да Да Вот Я не знаю Есть Что-то Что-то Важное Что мы Про этот форум Может быть Должны Я не знаю Знать Помнить Зачем следить И так далее Лиза Может быть Первая На самом деле Что для тебя Прямо Было Важно Что очень по-разному Прям полярно Пишет западная пресса Про позицию Украины Вот сегодня Была информация От Михаила Подалека Который раскритиковал Узгнал Wall Street Journal Что там якобы Содержится такая информация Что Украина будет готова Переговаривать Да Вот не тех условиях Вот не тех 10 пунктов Которые все время Транслируются в Зенецкий Он говорит Это совсем бред Мы никогда Не согласимся Там на мир Безусловий На мир Немедленно Мы только Будем ждать Возвращения На границе С первого года Вот А при этом Журнал Политика Пишет очень комплементарно Наоборот По поводу Украинской Как бы страны Что весь мир Включая Китай Показал Что это действительно Что у них Единая абсолютно Позиция Относительно Территориальной Целостности Что все С границ С первого года Включая Китай Который впервые Приехал Вот это действительно Наверное Самый здесь Такой важный Аспект Что Китай Впервые Так открыто На мирных Переговорах Присутствует Да С одной стороны Он конечно Представляет Россию С другой стороны Он говорит Что мы не она Мы со всем миром Общаемся Мы тут будем решать А Россия ничего Не будет решать Она будет Резапиентом Вот этого вот Решения Вот наверное Этот эпизод Самый интересный А так Оценивать эффективность Я не очень сама Поняла Как оценивать Эффективность Этого форума Потому что По-моему Ну такое признание Более широким миром Да И странами Юга И Китаем Что вот эта Безусловная Украинская позиция Она приоритетная И на нее По-прежнему Ориентируется Что суверенитет И территориальная Целостность Украины Является ценной В том числе И для Китая И для всех остальных Что других вариантов Как бы и не звучит пока Несмотря на то Что пишет Wall Street Journal Про то что Зеленский готов на это Подоляк отрицает Яростно Максим Вы следили Совсем под другим углом Я уверена За саммитом Я считаю Что саммит Джиди Это подготовка Запада К поражению В войне Публичная Поскольку Очевидно Совершенно Что цели Которые Ставились Украинской стороной И под которой Выделялось Огромные Запасы вооружения Не достигнуты А те цели Которые достигнуты Ценой Огромной крови Вряд ли можно считать Какими Подождите Но вы же начали с того Что Соединенные Штаты Затеяли войну Чтобы Россию Воскричить из Европы Секундочку Так цель достигнута? Нет Чтобы разорвать связи Между Россией и Европой Так Но военные цели Говорю Запада Не достигнуты У американцев Есть свои Стратегические цели Но при этом Американцы Публично Никогда не признаются Вот в том о чем Я вам говорю Потому что Моя догадка Которую Я могу основывать На определенных Выводах В данном случае Американцы Наверное сказали И они многократно Говорили Вы знаете У нас приближается 24-й год У Трампа Рейтинг 62% Трамп Трамп Там 510 лет Тюрьмы Обещают Трамп Собирает На каждой Встрече С избирателями Миллионы Долларов Взмахом Руки У нас Огромные Внутренние Проблемы Мы против Путина Скажут Американцы Мы поддерживаем Украину Но сейчас Нам надо Заняться Своими делами Поэтому Господа Европейцы Немцы Французы Итальянцы Вы уж как-нибудь Сами сейчас Давайте Бейтесь А европейцы Ни сном Ни духом Не планировали Что они будут Финансировать Огромную Полномасштабную Войну В которой Участвуют Сотни тысяч Людей В которой Применяются Все виды Вооружения Что они должны Перестроить Свою промышленность Выделять Свои бюджеты Ресурсы Ситуации Роста Социальных Проблем И так далее И так далее И так далее Что это на них Все будет повешено И поэтому И даже более То вот очевидно Что Украина Ведь не может Вести войну Без поставок Западного вооружения Потому что На территории Украины Все заводы Простреливаются И обстреливаются Вот по мотор Сич Был несколько дней Назад удар Это моторный завод Очень крупный Который долго Достаточно берегли Потому что Китайцы имели К нему Очень большой интерес Но очевидно Уже ясно Что линия фронта И это Из слов Пескова Тоже Было ясно Мы не претендуем На новые какие-то Хотя формально Запорожье Входит в Российскую Федерацию Сейчас вот Формально Песков сказал Что мы претендуем На те территории Которые у нас Уже влечены В нашу конституцию Короче Совершенно очевидно Что вся военное Действие Украины Зависит от того Если Запад продолжает В этом масштабе Помощь военную И никаких переговоров Нет условно говоря То тогда Украина Может воевать До последнего украинца Например Если Запад вдруг Говорит Вы знаете У нас как бы Да мы все хорошо Мы поддерживаем Мы за демократию Путин это плохо Но мы не можем Просто Потому что у нас там В Баварии Или в Дюссельдорфе Или вот В Нигер Допустим Вот Нигер 47 процентов Примерно Французского урана Ядерного топлива 47 процентов Поставлялось из Нигера А энергетика Франции 80 процентов Энергетики французской Примерно Это атомные электростанции Причем Эту электроэнергию Франция продавала Последнее время И Германии тоже То есть Вот события в Нигере Это страшный удар По Европе Просто страшный Поэтому европейцы Сейчас вполне вероятно Допустим Отвлекутся на Нигер Они неизбежно Будут планировать Военную интервенцию В Нигер Туда неизбежно Я думаю Будут переброшены ЧВК Вагнер Или что-то еще Понимаете И там начнутся Свои боевые действия В Африке Которые безусловно Отвлекут внимание Европы От Украины Потому что Для выживания Европы Нигер Гораздо важнее Чем Украина Как это не страшно звучит Но это так Без Нигера Без Урана Из Нигера Франция просто встанет У них не будет энергетики Поэтому Вот эта конференция В Жиде Это лихорадочная попытка Лихорадочная попытка Хоть какие-то основания Создать международные Для формата Какого-то такого Переговорного процесса Создать иллюзию Какой-то коалиции Гуманитарной Лиза вот сказала Что Китай Что-то продемонстрировал Одновременно Российско-китайские корабли Прошли вдоль Алиутских островов Вчера Что вызвало в Америке Просто шок То есть Вдоль американской территории Вдоль Аляски Прошел там Естественно Китай сказал Мы там просто так С Россией Это просто плановое Это никакие не вызовы А американская пресса Говорит Да они офигели Они впервые За всю историю Подошли к американским границам И военные корабли В Тихом океане Проходят там Что мешает Такой ситуации Америке ответить Китайцы послали Потому что Америка Не хочет Прямого конфликта Ни с Китаем Ни с Россией Поэтому ответить Они никак не могут Они думали Ответить через Украину Зеленский Не справился С контрнаступом И не справится Скорее всего Потому что Украина вся Простреливается вдоль и поперек А Россия На Урале Там в Повожье Строит новые заводы По вооружению Зеленский не справился Потому что у него просто Страна маленькая Ну она не так уж и маленькая Она больше Польши И сравнима со многими Больше многих европейских стран Но с Россией По протяженности Это не сравнить Потому что политика Это не просто Переть вперед Политика Это в том числе И считать И просчитывать И когда ты в политике Исходишь из иллюзии Что твой оппонент Старый Слепой Глупый Старик Сидящий в бункере Как они искренне полагали Как и Навальный полагал Как я полагаю Поэтому прилетел сюда Пока он публично Это заявлял То ты попадаешь В идиотское положение В итоге Когда оказывается Что он полный сил Претендент На Мировое господство На мировое господство А вовсе не тяжело Больной человек Думающий Как ему там Уйти бы на покой Вот в чем проблема Они проиграли В своих оценках Они проиграли В своих оценках Поэтому Путин не проиграл В своих оценках То есть Когда Проиграл В своих оценках Проиграли те Кто планировали 24 февраля Вот они проиграли Но это тактически Это же не Зеленский Планировал Это было тактическое поражение На коротком этапе На коротком этапе Беусловно 22-й год Был годом Крайних неудач Военных Понимаете Крайне Катастрофическая ситуация А вот стратегическом В длительном периоде Мы видим, что Запад не способен вести такую войну И не хочет ее вести А Россия способна? Да, а Россия способна Тем более, что за спиной России Что бы ни говорили там Стоит Китай А Китаю это зачем? Потому что для Китая Поражение России Попадание России под власть НАТО Условной, да Является катастрофической ситуацией Если вот Россия терпит поражение То есть вот современная путинская Россия Очевидно, в России к власти приходит Прозападная группировка Пронатовская группировка Почему это очевидно? Ну, а иначе быть просто не может Классный аргумент Ну, потому что, а кто? А что, вот вы проиграли войну И вы остались у власти, что ли? Конечно Нет, так не будет Не знаю Да, Лиза, Лиза У нас осталась минута Минута осталась для Лизы Что такое КНДР? КНДР это страна, которую вы не проконтролируете